И всем привет ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно режиму, в котором на данный период времени, как и раньше, является максимально жесткая нагибаторская формилка опыта и кристаллов. Сегодня мы возвращаемся к режиму Джиггернаут, ну и я уже спустя, наверное, боев 5 запикался в одну из вот этих хаток, которые вы видите на своих экранах, и сумел сделать довольно-таки неплохие цифры. Цель моя была проверить режим Джиггернаут на фарм, на фарм опыта, на фарм кристаллов, какой он сейчас, ведь было время, когда я в Джиггернауте играл очень и очень много, и зарабатывал кристаллы и опыт довольно большими количествами, но уже прошло с того времени очень много всяких обнов, и я в том числе перестал акцентировать внимание на этот режим, он мне стал, можно так сказать, неинтересен, скучен, однообразен, и я выпал из него, можно так сказать. Но сегодня я решил зайти, потестить, посмотреть, все так же работает в нем, все так же можно ли в нем фармить безумно большие цифры. И да, единственное, есть у нас изменения, это то, что теперь Джиггернаута дают первому игроку, который респится после 30 секунд холодного старта, то есть по сути теперь Джиггернаутом может стать любой игрок, который просто в нужный тайминг будет респиться, и по сути теперь режим не зависит от того, кто быстрее прогрузится, тот станет Джиггернаутом. То есть теперь супер-мега жесткие характеристики вашего компьютера не дают вам стопроцентный шанс и стабильное получение самого Джиггернаута. По самому Джиггернауту могу сказать то, что он тоже видоизменился и теперь имеет очень быструю сводку, которая по сути теперь очень легко уничтожает средние тяжелые танки, которые прожимают броню, и они просто-напросто не успевают подрубить аптечку, да, то есть если вы наносите урон одиночными выстрелами, то у него есть возможность прожать аптечку, выждать еще дополнительный тайминг и выиграть время, вот как, например, сейчас я наносил урон по Викингу, но против сводки шансов на выживание у противника, грубо говоря, нету, да, то есть вы довольно легко, безболезненно можете контролировать оппонента и спокойно нагибать и разваливать. По Джиггернауту в целом я пикнул, наверное, боев 6-7, из них лишь только в двух катках мне удалось стать самим Джиггернаутом, то есть уже большое количество игроков заинтересовано в этом режиме и в получении самого Джиггернаута, знают, как это работает и фармят кристаллы, меня, конечно, это радует, что игроки разбираются, где можно заработать кристаллов и, понятное дело, понимают, где же все-таки идет самый лютый фарм. Но, в целом, я бы сказал, что регби, что ТДМка по насыщенности и по возможности заработка кристаллов, хоть и является более худшими режимами, да, по отношению к Джиггернауту, но все равно возможность получения Джиггера стала сложнее, и, соответственно, вы на это будете тратить уже больший период времени, но все так же эффективно можете с Джиггером нагибать, очень большое количество слабых игроков имеется в этом режиме, и забой вы можете делать, если хорошо у вас будет получаться играть, вы будете жестко сейвиться, можно набивать по 100 даже киллов, может даже 150 киллов, если супер-мега-круто повезет вам, ну и зарабатываете где-то, наверное, больше 5000, может там где-то около 7000 кристаллов. Посмотрим, сколько мне, кстати, дали за эту катку, я что-то особо не обратил внимания. Ну и бой, не сказать, что, наверное, получился у меня самый удачный, да, то есть здесь противник попался довольно-таки слабый, Джиггернаут противника не сейвится, соответственно, он постоянно открывается, сливается, вы знаете, что здесь у нас в бою ограничение на 10 Джиггернаутов, и, соответственно, ну если противник сливается, то у вас происходит досрочка катки, если у вас происходит досрочка катки, соответственно, вы за бой не получаете столь безумно большое количество кристаллов, это работает везде и всегда, и в любой досрочной катке. Ну а что касаемо именно этого боя, то здесь уже за 6 минут 6 Джиггернаутов улетело, сводка все так же круто и эффективно работает, и по сути я бы сказал, что Джиггернаут находится, ну, наверное, не в плохом балансе. Я где-то, наверное, месяц назад, когда меня задавали вопрос о Джиггернауте, что вообще ты думаешь, да, насколько он сильный, имеет ли смысл играть в этот режим и вообще на нем фармить, я все время говорил то, что мне этот режим не интересен, сам Джиггернаут стал уже совсем другой, и, ну, он, можно так сказать, в моем понимании стал неактуален, да, то есть может быть здесь и, я говорил, что может быть здесь и можно фармить кристаллы, но это стало как-то неинтересно. Сегодня, сыграв этот режим, я вам скажу, что я немножечко, ну, так удивлен и восхищен, остался этим режимом, мне все-таки казалось, что на Джаггере жить стало намного сложнее, хотя это оказалось не совсем правдой, потому что у Джаггера, как я уже сказал, появилась вот эта вот замечательная суперсводка, быстрая, и она стала возможностью очень хорошего сейва вашего Джиггернаута, ведь раньше, если вас выпушивал какой-нибудь тяжелый или средний танк с фулл расходкой, плюс если у нее там был еще овердрайв, то шансов на выживание у вас было крайне и крайне мало, долгая сводка, одиночные выстрелы по 3000, это очень и очень мало, да, то есть вы с этим в сумме не могли успевать слить средний или тяжелый танк при прожатии его овердрайва. А вот с этой быстрой сводкой, если вас все-таки выпушивает, либо там пытается уничтожить тот же страйкер с восьмеркой, да, у него по сути ничего не может получиться, ведь вы просто зажимаете кнопочку, делаете сводку и спокойнейшим образом его уносите. Поэтому в этом плане Джиггернаут стал более мобильным и более живучим за счет этой обновы. Но все равно, я думаю, что есть бои, где вам не будет давать выживать, как и это было раньше, как мы играли в этом замечательном режиме, и было такое, что попадались типы, которые четко понимали, как нужно сливать Джиггернаута, прожимали грамотные овердрайвы и вас просто-напросто уносили. Ну а что касаемо данного боя, вы видите, что у нас остается 6 минут 30 секунд до конца, 8.0 мы уже ведем, и у меня на этот момент уже 1200 очков. За такое время, я даже не знаю, ну, наверное, ни в одном режиме, да, наверное, ни в одном режиме в игре вы такое большое количество очков набить не успеете. Что касаемо TDM, то у вас, наверное, за этот период времени может быть где-то порядка 800, максимум, наверное, 1000 очков. Что касаемо регби, то там где-то тоже около этих цифр у вас будет получаться. Но, безусловно, безусловно, фарм есть, и он сильный, но теперь вот этих вот замечательных фармеров и фермеров в джиггернауте станет намного больше. Ведь возможность получения, как я уже говорил, джиггернаута стала другой. Это, безусловно, опечалило и может быть даже где-то разозлило тех игроков, которые раньше получали этот джиггернаут на постоянной основе, но зато порадовало тех ребят, которые долго прогружаются в бой, и, соответственно, теперь они спокойнейшим образом так же, как и те ребята, которые раньше быстро забирали, могут забрать этого джиггернаута. Поэтому здесь, ну, можно сказать, такое обновление произошло с палка в двух концах. То есть, с одной стороны, это как бы круто, то, что каждый может получить джиггернаута, с другой стороны, вот попадется вам крип, конкретный крип, который просто в тайминг респонется и прогрузится в бой именно вот в этот момент в получение джиггернаута. Он его заберет, и что? И что дальше? Да, то есть, раньше, с точки зрения быстрой прогрузки, джиггернаут чаще всего получал игрок тот, который, ну, понимает что-то в этой игре. А сейчас, в этом плане, с точки зрения командной игры, может быть провальчик, и джиггера получит тот игрок, который даже особо и не понимает, что с ним делать и как его реализовывать. Ну, а что касаемо самих боев, да, и игроков, которые здесь встречаются, то я думаю, что здесь уже вот сколько времени прошло, сколько я играл в этот джиггернаут, да, ничего особо сильно не меняется, да, то есть, как попадались сильные игроки, как попадались игроки, которые особо ничего не понимают, так оно все, в принципе, и осталось, и за счет этого, безусловно, этот фарм жесткий опыта и кристаллов реализуется, и вы зарабатываете эти безумно большие количество кристаллов и опыта. поэтому, если вы до сих пор не знаете, где в нашей игре можно заформить большое количество кристаллов и опыта, то вот вам тот самый замечательный режим, который дает вам эту замечательную возможность, но дает он эту возможность исключительно на самом джиггернауте. если же вы его не получаете, то заработка большого количества кристаллов и опыта у вас точно не будет, да, то есть, если вы на джаггере, вы можете вот, хотя бы такие количество кристаллов и опыта и киллов зарабатывать. У меня получилось за такую каточку небольшую, я даже сказал бы плохую, поднять полторы тысячи опыта, вернее, даже не опыта а очков, опыта здесь было где-то около пяти тысяч, наверное, 82 кила и пять тысяч кристаллов. Это все без повышенных дополнительных фондов, что является очень и очень хорошим показателем. Но, повторюсь, я сейчас не являюсь сторонником данного замечательного режима. Для меня он, наверное, стал чересчур примитивен, и я больше получаю удовольствие от тдм-очки и от рэхи. Вот эти два режима сейчас для меня являются максимально актуальными и интересными, но с точки зрения фарма, джиггернаут до сих пор остается самым фармовым режимом в нашей игре. Пишите, что вы думаете по этому поводу, пишите, в каких режимах вы играете сейчас у нас в матчмейкинге, какие вам режимы больше нравятся, и что вы думаете по поводу нового джиггернаута. Стал ли он лучший режим за счет холодного старта, за счет возможности получения джиггернаута любого игрока, который просто отреспится спустя 30 секунд, в нужный тайминг, когда будет появляться джиггернаут, и нравится ли вам вообще в целом этот режим. Поддерживайте видеоролик лайка, подписывайтесь, друзья, на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну а с вами был мистер Иваник, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.